Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушналь. Сегодня, 12 сентября, Россия потерпела одно из самых разгромных своих поражений за все время – войны на Кураховском направлении. Сейчас я вам покажу кадры, которые, возможно, удивят даже некоторых из вас. Хотя многих из вас, на самом деле, казалось бы, нечем удивлять, учитывая, сколько вы посмотрели подобных видеоэпизодов. Только у нас на канале эпизодов, которые показывают, как на марше громят целые российские колонны на том или ином направлении, в том числе на Кураховском и под Угледаром, то есть вот в этом районе и не только в этом. Итак, удивляет, в первую очередь, количество задействованной в колоннах техники. То есть понятно, что российские командиры не отказываются от привычной модели войны, войны посредством колонн и штурмового мяса. Но, тем не менее, все же, казалось бы, даже они должны были бы учитывать некоторый опыт. Опыт, который подсказывает им, что если даже и штурмовать колоннами подобные укрепленные районы, то загонять порциями, чтобы не потерять сразу все. Ну, а в данном случае, видимо, кому-то особенно захотелось звездочек. Видимо, кому-то очень серьезно прилетело сверху. Кому-то высшие военачальники России сказали, что если ты не возьмешь вот этот населенный пункт к такому числу, возможно, к началу октября, то лишишься погон, а то и головы. Вот они и погнали своих подведомственных крепостных. Ведь, как я уже неоднократно говорил, российские командиры используют государственный ресурс, то есть людей и технику, ради удовлетворения личных амбиций и решения личных задач. Очень удобно, так сказать, по-колхозному, где все общее. Ну, вот прибыль получает исключительно председатель колхоза. В данном случае, правда, обошлось без прибыли. Одни убытки. На ваших экранах соответствующая видеозапись. Итак, работает 46-я бригада ВСУ. Локация, населенный пункт Острое. Почему именно там? Потому что Острое стоит к востоку от Курахова. И если не взять Острое, то нельзя и думать о том, чтобы подступиться к Курахову и начать его штурмовать. Но Острое – это населенный пункт, который сам по себе крепость. Крепость, где все пристрелено, где для украинцев нет никаких тайн, где каждый квадрат – это смерть. Вот, собственно говоря, что вы видите. Этот видеоэпизод начинается с того, что, как всегда, едет на этот раз огромная колонна военной техники России. Там более 20 единиц военной техники. Я чуть позже дам подробности вот украинского источника, который описывает, сколько конкретно было уничтожено. Сейчас просто наблюдать. Итак, вы видите, что еще на подступах к этому населенному пункту танки и БМП начали обстреливаться. Обстреливаться, в первую очередь, артиллерией. Здесь обратите внимание, что, как всегда, не обязательно, чтобы артиллерийский снаряд поразил тот или иной танк. Но очень важно, что, в принципе, создается тревожащий огонь. И, соответственно, вот эту колонну как бы этим огнем направляют в нужное для украинцев русло. Как бы загоняют в определенный мешок. И далее, когда уже они все загнаны. Когда часть пехоты выбралась из БМП и бросилась в вот эти домишки, в этом населенном пункте, где они рассчитывали укрыться. Вот тут-то и начинается главная работа. Работа по остановившейся военной технике. То есть по танкам и по БМП и по БТР, а также по пехоте, которая укрылась в том или ином доме. Каждый конкретный пехотинец Путина, который спрятался в том или ином здании, думает, что его не видно. И что там он в более-менее безопасности. Но это не так, потому что аэроразведка той же 46-й бригады работает прекрасно. Все все видят. Видно, куда залез тот или иной российский солдат, где остановился тот или иной танк, куда заехала та или иная БМП. И благодаря значительному превосходству украинцев именно в FPV-камикадзе над россиянами, мы получаем вот ту картину, которую вы сейчас видите. Именно, FPV-камикадзе с термобарической частью вырезается один за другим в соответствующие частные домовладения, где укрылся тот или иной оккупант. Ну, а соответствующие дроны, которые работают против военной техники, поражают танки, БМП и БТР. Только вот на этом видео показано поражение 10 единиц военной техники. То есть, что произошло? Потому что россиян загнали в огневой мешок, они растворились в селе Острое, полагая, что там они окажутся под защитой. А в действительности они попали в ловушку. И их уничтожили, рассеяв. То есть, их силы разбежались, они оказались в хаосе, они оказались в состоянии дезорганизации. И поэтому, в значительной степени, потерпели поражение. Вот как эту историю описывает израильский военный эксперт Игаль Левин. Цитата. «Разгром особо мощных колонн российской бронетехники десантниками 46-й аэромобильной бригады. Видно крайне плотный огонь украинской артиллерии на этом участке, позволивший нанести значительное поражение русским еще на подходе. В свою очередь, после дробления колонны настало время индивидуальных ударов беспилотниками по отдельно идущим машинам», заявил он. А вот как комментирует ситуация сама 46-я бригада, которая и дала нам это видео. Итак, бригада пишет, что событие это произошло сегодня, 12 сентября, рано утром в 5.45. Именно вот в это время пошли 4 волны штурмов и шли до полуния на позиции батальонов нашей бригады. По замыслу врага они должны были бы проломить оборону украинских десантников. Танки, БТР, БМП, пехота на мотоциклах. В общей сложности на нас перло 46 единиц бронированных и не очень бронированных транспортных средств. Рекорд был установлен. Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46-й бригады действительно не было. Итак, точным огнем 46-я из всех имеющихся средств поражения уничтожил 15 единиц, 9 БМП, 2 танка, 2 БТР и 2 мотоцикла и вывели 111 БМП. Кто из врагов успел вовремя скрыться, тем считай повезло, поживут еще. Но недолго, уверяют десантники, до следующей горячей встречи, говорится в их сообщении. И когда вышло сообщение от них, еще было непонятно, где все это произошло. Но, к счастью, есть замечательный украинский офицер-лейтенант с позывным Алекс, который пишет в свой телеграм-канал под названием «Офицер». И он говорит, что 26 единиц вражеской техники штурмовал сегодня острове на Кураховском направлении. 19 единиц уничтожены, 7 единиц сбежали с поля боя. Большое уважение воинам, ребятам из 46-й, которым мы часто помогаем. Они сделали весомый вклад в этот разгром оккупантов. Стабилизационные действия продолжаются. Итак, сколько именно участвовало штурме? 46 или 26? Возможно, расхождение здесь объясняется тем, что не все считают мотоцикл, но это не имеет значения. Понятно, что порядок цифр понятен. Как и понятен порядок цифр уничтоженной техники. Что ж, да, мы, как и сказали, имеем дело с одним из крупнейших разгромов. И это при том, что на самом деле худшее, что вообще может придумать враг на Кураховском направлении для себя, на самом деле хорошо для украинцев, это пытаться колоннами забирать вот эти самые укрепленные территории перед Курахово. Я напомню просто, что штурмы идут уже в течение более года, но ни один из них не принес россиянам хоть какой-то пользы, кроме, разве что, пользы для украинцев, потому что россияне там сточили просто гигантское количество своей живой силы и военной техники. И только у нас на канале было уже немало разборов, как порой в течение недели могло быть до двух, трех, четырех штурмов на Кураховском направлении. Возможно, что россиян вдохновили их, в кавычках, успехи в районе той же Красногоровки. То есть они слегка там продвинулись и вот решили, что, возможно, оборона украинцев перед Курахово, в районе Курахово сейчас немного ухудшилась. Как, впрочем, вдохновили их успехи и в Невельском кармане. Хотя на самом деле Невельский карман, наоборот, держался чрезвычайно долго и выполнил, по большому счету, свою задачу. То есть очень серьезно измотал российские силы на самых разных направлениях, в том числе за счет того, что украинцы, находясь в Невельском кармане, обстреливали ее логистику в Донецке и, допустим, на том же Покровском направлении. При этом Невельский карман не захлопнулся. То есть украинцы постепенно отводят оттуда бригады, ну или батальоны, сколько там находятся. То есть они не окружены, врагу не удалось взять их в кольцо. Кроме того, собственно, сам район вот этот вот, о котором мы сейчас говорим, Невельский район, так называемый, или Невельский карман, он не захвачен врагом. Там просто враг действительно определенным образом серьезно потеснил украинцев. Но, собственно говоря, клещи у него не получились. Как, собственно, и всегда бывает. Это у противника, который очень часто просто переоценивает свои силы. С другой стороны, то, что украинские подразделения выходят сейчас из Невельского кармана, это совершенно нормально. Это то, что мы с вами говорили и предрекали. Иначе и быть не может. В противном случае просто значительное количество украинских воинов оказались бы в окружении. Так вот, это не успех врага. Это его поражение, потому что он там несет просто чудовищно несопоставимые задачи и потери. И недавно я показал вам сводку от Нейлси, который проиллюстрировал данные за три недели с Покровского направления с точки зрения соотношения уничтоженной техники. Так вот, в шесть раз расхождение. Россияне потеряли почти 100 единиц военной техники. Украинцы потеряли около 15 или 17. Чтобы вы понимали просто, а какой ценой россиянам это все дается. Вот эти вот колочки земли. Просто напомню, у Путина в действительности к 1926 году не останется военной техники. И тратить по 100 единиц в 2-3 недели на направление, где нет вообще никаких продвижений. Но это, знаете ли, надо быть особенно одаренным. Кроме того, если уж говорить про Покровское направление, то в районе Селидова у врага как были на самом деле нулевые успехи, так и не остаются. Есть небольшое продвижение к северу от Селидова у врага, но это не влечет каких бы то ни было результатов в отношении Селидова, следовательно и в отношении Покровска. Что касается Селидова, то опять же позывной Алекс пишет, что на самом деле близ Селидова обстановка стабильная и россияне, хотя и немного действительно продвинулись, заняв часть дачного массива по железной дороге в окрестностях Михайловки, далее не продвинулись. То есть ребята каждую минуту разваливают дома FPV-дронами. Имеется в виду, что даже когда враг заходит в частные владения, полагая, что он укрепится в соответствующих домишках, то по ним наносятся вот те самые удары. Удары особо мощными, то есть термобарическими боевыми частями FPV-камикадзе. Вот, собственно говоря, и все. Вот он реальный результат. И на карте Дипстейт этот результат вы можете посмотреть, если вы прокрутите последние несколько дней, ну и вот даже последние сутки с 10 на 11 сентября, за 12 сентября обновлений пока что еще нету, то вы увидите, что ни в Селидово, ни в Курахово, нигде нету на самом деле каких бы то они были существенных продвижений. То есть врага на самом деле сейчас останавливают. И эта мясорубка, это та цена, которую он вынужден платить. Вот это лучшее, что здесь можно сделать. В ИСУ большего на данный момент при вот тех вот ресурсах, которые у них есть, не могут сделать. Они сейчас в обороне истощают врага. И в этом и заключается стратегический замысел, друзья. И то, что произошло сегодня на Кураховском направлении, это наилучшее исполнение вот этого стратегического замысла, единственно возможного для украинской армии, которая значительно уступает в личном составе военной техники. Противнику уступает ему и в отношении к потерям. Потому что когда в украинской армии, собственно говоря, каждая жизнь каждого украинского воина цена, и когда терпимость к потерям там чрезвычайно низка, в российской армии эта терпимость чрезвычайно высока. То есть отсутствие морали, как это ни парадоксально, но дает преимущество вот в такой вот варварской войне. Ну и еще один важный момент. Сегодня стало известно, что американский президент Джо Байден откажется дать украинской армии разрешение на нанесение ударов ракетами «Этеквенс» по глубине российской территории, хотя даст одобрение на то, чтобы союзники Соединенных Штатов, Франции и Великобритании дали свои разрешения на удары их ракетами по глубине российской земли. И все это на фоне того, что Путин заявил, что если будут такие удары именно высокоточным западным оружием по российской территории, то это будет означать, что НАТО вступило в войну против России. Лондон и Париж, как можно понять, уже дали однозначное согласие, согласие на то, чтобы ракеты «Стурншедовскальп» летели по российским городам. А вот Байден слился. Что я могу здесь сказать? Не хочется говорить горьких слов о Байдене, но я просто боюсь, что историки напишут, что несмотря на все свои прекрасные качества, нынешний американский президент, президент Джо Байден, войдет в историю как трус. Но дело не в том, что он трус, а дело в том, что без таких вот ударов ракетами «ЭТЭКМС», к сожалению, тяжело будет остановить российскую авиацию. В частности, в том же Морозовске, ведь именно оттуда взлетают российские бомбардировщики, которые как раз и участвуют, и активно участвуют вот в том варовском, кровавом, людоедском наступлении, которое сейчас ведет российская террористическая свора. И если бы не вот эти кабы, которые сбрасывают российские истребители и бомбардировщики, взлетающие с того же Морозовска, то, конечно, и укрепления украинцев в соответствующих селах не разрушались бы и не вынуждены были бы украинцы уходить из этих селений, которые уже просто невозможно удерживать в силу того, что они тотально руинизированы. И в связи с тем, что там полностью ликвидированы вообще любые здания, где можно было бы держать оборону. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Напомню, что мы сейчас активно ведем сбор на специальные дроны, которые производят и эксплуатируют команда Константина Мельника, специалиста по дальней беспилотной авиации Украины. Эти дроны выполняют две задачи. Охотятся за вражескими беспилотниками, разведчиками и обманывают вражескую ПВО, перегружая ее и отвлекая. Так вот, цель сбора 49 850 евро. Собрано более 23 000 евро. Если вы хотите помочь этой команде и, соответственно, Украине спасти жизни бойцов и мирного населения, вы можете пожертвовать на эти дроны для их производства команде Константина Мельника через литовскую благотворительную организацию Hoplon Foundation, чьи реквизиты я привожу в описании к этому видео. Банковский счет и PayPal счет. Там же в описании вы найдете и те ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопочек под каждым нашим роликом. Отдельное спасибо Игорю Ицковичу и его аналитической компании SDA в Соединенных Штатах, которые за время существования благотворительной организации Hoplon Foundation перевели ей, ну а точнее говоря, перевели для сил обороны Украины через нее уже более 12 000 евро, вот в том числе почти 2000 евро за сегодняшний день. И таким образом я призываю всех, кто интересуется поднятием своих стартапов и развитием своего бизнеса, переходить по ссылке в описании к этому ролику на сайт компании SDA, который позволяет развить свой бизнес и вывести его на более высокий уровень благодаря аналитическим услугам, которые оказывает компания SDA. Низкий поклон всем, кто помогает вооруженным силам Украины и всем, кто помогает каналу NewsAider. Мир и здоровья. До скорого.